добрый день а почему вчера не сошли когда договорил я вам полторы минуты заходите я зашел я сидел 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 время пропадает тем сада закрыл ушел у меня же другие работы нет не две три просто не было не было до самого утра ни одного звонка у нас все записывается вы записывается выставляется в интернет вы не против я не возражаю не только вопрос один ну хорошо слушаю я хотел бы спросить вас но у меня помните еще бы ну так вот мне интересует вот что вы отлично понимаете все это библию понимаете все библия как социальный проект строительства государства вот в православии рассматриваться же это самое как библия как социальный проект строительства государства таких слов библии нет у нам государства совершенно ни при чем разве апостолы спрашивали социальный проект они шли и проповедовали это нам заповедано нам это даже знать не надо дело в том что ветхий завет там моисей строил государство на законе на освещенности закона о божествении закона он сказал же вот вот закон лежит это и есть бог у нас закон новый завет евангелие а ветхий закон показывает что там было мы же не исполняем там не то что у левит написано дело в том что это сама сейчас и есть такое движение которое рассматривает новый завет как воплощение бога в человека но это идея так ну да это воплощение бога в человека а вот то что то что именно церковь создана для воплощения бога в человека для образования человека можно сказать так для просвещения образования человека институт просвещение образования он с древности если современным языком говорит это не противоречит не понимать дакая тут пяти университетах вел занятия только в одном техническом 18 лет во всех техникумах в десятка школ во всех отделах милиции 3 радиопрограммы вел ну я знаю об этом ну и кого спрашивать мне не надо никаких указаний мое сердце горит любовью господа я старался чтобы все люди это знали нет я понятие тут вопрос такой что встречается что говорят церковь это церковь а система образования это значит система образования но вот система образования это древний древних времен система образования христианство христианская церковь это институт образовательный на что-то все проповедовали деяния апостолов 8 глава 4 сигарет а рассеявшись а когда их разогнали ходили и благовествовали вот тебе весь институт его дух святой коснулся он возгорелся как порок иеремия я не хочу я молодой исаи говорит я пойду а бог говорит устанет чисто провел углем серопим и все иди проповедуй сегодня то этого нету они учатся семинарию академии чтобы беззаконие оправдывать и что там творится храма храма система образования вы же не отвергаете храм то должен быть до храмы храма мы ничего не имеем ввиду мы говорим так придет время святые предсказали как куша говорит будет время храма будет золотые купола но не ходить нельзя будет там антихрист сидеть будет все ничего в храмах то торговля непрерывно идет слово божье не проповедуется смотри андрей кораева открыл что мужеложествует нету не ставящего венчания вот так вот где держит главное венец на голову даже нет венчания то никакого нету это же обман я тебе деньги покажу потрясу они дам будут твоими не деньги то счет тут толковать даже нечего поэтому вы перешли в эту православную церковь за рубежом так мы как были так и остались мы ничего не меняли наша община образована с нуля самого с первого дня нас принимал митрополит виталий а здесь сейчас хорошее отношение к нам митрополит который патриарши приезжает деревню служим месте я у него причащаюсь вот сейчас 26 будет прощена и мы все им покровский собор нас ничто не разделяют у нас очень хорошие отношения он прижал епископ наши их мы всех ребятишек привезли в покровский собор все причастились там понимаете у нас когда в деревне это начали строить там один такой слабенький был а у него отец приехал подполковник милиции один раз зашел в храм вот надо все-таки к этой патриаршей туда ельцин ходит ельцин ходит я должен туда идти вот пример ельцин страну говорит профукал разбазарил в пьяном виде такую страну держа упустил под откос а меня туда-то толкают да зачем мне это нужно мы знаем что они в один день сразу все у нас прикроют я в университетах преподавал они за мной гоняли всякие кляузы писали вот сейчас новая приехал одно архиерей сейчас митрополит сергий вот это уж господь дал его какие отношения хорошие когда он приезжает у нас на день деревне в мае месяце и на престольную на 16 сентября в потеряевке деревню православную строим вот это бог дал его я так и написал патриарху многострадальный алтай наконец получила я говорю достойная митрополит сергий да который сейчас патриарший здесь патриарший митрополит барнаульский алтайский он не приезжает несколько раз в году у нас служит деревне приезжает секретарям секретарями хор привезет семинаристов ну очень хорошие отношения и просит чтобы я сказал проповедь храме при нем это как ангел божий данном значит вот так значит у вас понятно значит таких рассматриваний нету что государство государство это ветхий завет а новый завет церковь это система образования что они связаны связаны в истории историю мы знаем ветхий завет нужен но новый завет важнее ветки был прелюдии как бы расцвет ветхий завет был говорит закон где-то водитель нянька но я взрослый человек новозаветные люди еще же за няньку буду держать это мы самостоятельные теперь вот тут видишь и сейчас рассматривают так что ветхий завет закон и государство но и законы и нынешнего государства это как явление одно и то же они пускай разбираются с евреями евреи его придерживаются а у них хорошее отношение с берлазером тут без политики никуда мы то никуда не лезем мы молимся за правителей чтобы не было покушения на них мы за всех молимся нам указ бог дал молитесь за старей начальствующих у нас отношение очень хорошее с властью они к нам сюда приходят и просто в отделе юстиции у нас регистрация и детский лагерь до конца был до прошлого года 45 лет все таки у нас отношения совершенно нормальные мэр города был баварин погиб я получил то вот сейчас где откуда я говорю два дома я был освобожден и тогда стал судиться и процесса выиграл и был реабилитирована они мне должны были 11 миллиардов теме гайда ну фанатека какая но это выиграл то они не целиком там одну пятьсотую часть но этого достаточно чтобы не выделили два дома в частном порядке в одном мы молимся когда мы переоборудили под храм владимир николаевич баварин приехал тут подявился сколько много сделали мы тут сфотографировали снимаю то есть отношения очень хорошие были так что когда он погиб я даже ходил дворец спорта там когда ну как гражданское как назовет прощание панихида а зачем мне это нужно а я могу посоветовать только посоветовать если меня спросят что делать я скажу не лезьте куда не надо вот на украине они там с донбассом возятся убивают вот сейчас убили этого гиви до этого моторолу я говорю зачем же взявший меч от меча погибнуть я это знаю но это донбасс отрывается от украины россия позволила чечне уйти не позволила александр лукашенко говорит кто же позволит я же у меня только в книжном варианте вы вышло 38 томов книг и я проехал по всей россии от владивостока где порт находка проехали всю россию всю европу и лиссабон атлантический океан там закончили теперь дальше у нас намечено было великобританию мы прошли скандинавию прибалтику теперь на север 600 городов и стол и везде я дарил 38 книг один комплект это 750 евро понимаешь мы для бога это делать такую беду в турции при сам себе что я вас спрашиваю про международную политику как вы вникаете для определения время какое время мы живем какой обозначается антихрист когда царится примерно ориентировать не знаю не знаем но мы видим что допустим я старый вы тоже уже в годах мы не знаем когда умрем но если рядом человек будет лет 25 мы скажем моя очередь первая твоя вторая вот так и мир мир стареет плохо видеть плохо слышит слова господни и не идут на благовестие по признакам и видим в израиле уже избрали первосвященника уже избрали даже строить храм объявили официально официально так что где-то где-то недалеко но как по пророчествам что китай должен пойти сюда китай да 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 а вот такое было же пророчество что в конце остаток это апостол павел пишет в 11 главе послание к римлянам и остаток израиля спасется об этом хорошо написано у святых отцов три слова об антихристе владимир сергеевича соловьева они поймут что он даже не обрезанный из колена данного данного из седьмого колена блуда и вот тогда будет три с половиной года скорби скорби невиданной вот она штрих код это 666 поставят не продать не купить люди как листья осенние будут валяться и прям сирин говорит еще один вопрос в втором пришествии часто идут толки о втором пришествии как есть же пророчество что придет второе второе пришествие не в конкретном человеке а в духе и истине нет конкретно это я говорю о христе христос придет на облаках он не на землю придет а на облаках и верующие к нему будет восхищены второе послание к пистолоникистам 2 глава прямо физически физически вот какой он как он он говорит когда он возносился он говорит каким образом меня видели восходящим на облаках таким образом я и приду к вам это прямо написано 28 глава луки 1 глава деяния апостолов а там же четко сказано таким же образом а каким и написано облака скрыла его и так будет на облаках описание говорит павел и мы будем восхищены встретим и ему запятая на облаках на земле он не будет господь я почему спрашиваю этих нас потому что люди сейчас грамотные и чудеса не верю якобы вот такое пришествие должно быть через просвещение через духовное возрождение то есть второе пришествие будет говорят в духе и истины поэтому вот в духе в духе или и был я богословия креститель христос сказал похоже на него а потом во время антихриста или я сыноком придут и будут проповедовать и кто будет против них они будут падать мертвые но антихрист их убьет и бросит на улицах мы считаем об этом двенадцатая глава тринадцатая откровение она богослова толкование есть святых отцов у меня вышел от трехтомник новый завет полное толкование откровения по святым отцам по всем это те геннадий пас можно только сначала напишите там внизу скайпе свободен я или нет у меня занятия идут у нас по скайпу идут занятия допустим сегодня у нас пятница вы можете сегодня прямо попроситься и вас там кто ведет и вы будете участвовать в занятии дома сидя никуда не ходя сергей пупков сергей пупков скайпе его зарядить и он у вас выйдет и вы к нему по нашему в шесть вечера среду пятницу и воскресенье у меня есть в списке да хорошо хорошо но недели через две тогда когда будет потому что у меня тут ну просто их заняты я людям говорю кому-то через месяц кому-то неделю через две если будет большое желание как здоровье у меня тут голубят не в деревне две голубят не туда-сюда лажу на велосипеде гоняю какое 77 нормально аллилуйя спаси христос до свидания